привет на связи владимир и это видео я хочу посвятить краткому обзорчику смеси сухого корма которую я делаю для своих кузочек не напомню пока на данный момент 4 козочки и козел и естественно что насмотревшись разнообразное видео на ю тубе начитавшись разнообразные научные и ненаучной литературы для себя по крайней мере я определил некий такой состав сухой смеси смеси сухого корма на зиму особенно ну и во время лактации на время лактации сухой корм следующего состава сейчас здесь у меня присутствует базовый набор корма в нем присутствует вот злаково это овес обязательном составе должен быть такие тонкие вытянутые зернышки и чмень такие пузатенькие зернышки этих ты не видел не знает это плющеный горошек это обязательном порядке конечно же семечко как источник растительных масел и тех полезных веществ которая содержит не кукуруза естественно либо плющеная либо вот в данном случае молотая и до бабочки у меня здесь присутствуют какие это мел кормовой мел это просто белый порошок своеобразный похожий на муку у него этикетка дозы для своих козочек я рассчитал соответствии с приведенной здесь схемой с таблицей у каждого мела по идее должна быть такая табличка и добавляю сейчас по крайней мере серу может быть ее и не надо добавлять всегда имел тоже но сейчас по крайней мере сейчас по крайней мере я добавляю а теперь о пропорциях пропорции какого корма я делаю именно но и чмень и овес я делаю пора у меня есть вот такой ведерко вот уже с готовой смесью вот так выглядит готовая смесь это ведерко я замерял да да здесь вот такая идет кого меточка до этой меточки если насыпать сухого корма то получается примерно семь с половиной килограмм ориентировочно вот эти семь с половиной килограмм я рассчитываю на свои четыре козочки и козла то есть на 5 голов сюда я кладу вот такой вот обрезанной бутылкой из которой сделал кошечек я кладу три кошечка ячменя три кошечка овса один полный ковш кормовой семечки подсолнечника один ковш кукурузы молотая или плющиной пол кошечка горошка плющина прошел тяжелый по весу это убытка примерно полный кошку кукурузы и все и уже надо рассчитать по вашим козочкам которые если вы будете делать тоже добавлять серую имел по норму нужно рассчитать и приведенных здесь потому что козочки могут быть маленькие еще там до года после года в общем разные конфигурации поэтому состав вот этих веществ добавок всяких это можно рассчитывать индивидуально также я в корм добавляю в качестве профилактики немножко соды иногда иногда в питье добавляю соду и в питью иногда добавляю четверть чайной ложечки йода для того чтобы восполнить недостаток йода зимой потому что летом идет козочки берут из травы естественным образом зимой это сделать неоткуда поэтому зимой раз в неделю хотя бы я добавляю йод в 10 литровое ведро воды естественно что это ведро мои козочки никогда и не выпивают всегда остается хотя бы треть но все равно частично недостаточек йода у них восполняется насчет питья питье я стараюсь менять два раза в день за редким исключением иногда раза в день получается менять но вообще стараюсь и утром и вечером менять по крайней мере воду в ведре но иногда вот бывает такое что вижу что вообще не притрагивались к воде даже и вода чистейшая стоит поэтому но иногда и не меня но хотя наверное все равно нам нужно менять пока вода у меня не сам отеком туда идет а я набираю ведро и отношу к вказовник может быть это и лучше потому что виду вода меняется по крайней мере полностью и ведро вымывается вот и когда вот я этот сухой корм весь в тех пропорциях что я описал равная доля речь меня равная доля овса и где-то треть от доли овса ну или или треть доли вещь меня и добавляем кукурузу то есть если я положил ячмень и положил овес по равной доле то получается что одна шестая из всей вот этой доли это кукуруза 1 6 часть это семечка и 1 6 часть по крайней мере по весу это горошка все а добавки чисто индивидуально зависимости от состояния козочек и по весу козочек тоже все там указано поэтому нужно рассчитывать индивидуально чтобы выходила потом но у меня сейчас выходит это от грамма до полутора грамма серы на козочку но я уже тоже не помню смотреть поэтому с этим делом с добавками нужно быть аккуратнее в любом случае сена это понятное дело она всегда в доступе так и насчет того сколько я даю сухого корма по весу каждой козочки каждый день то есть я даю вот такую бутылочку с утра ну или вечером козочкам всем это бутылка 008 литра и вот такую бутылку надо по моему литровая если не ошибаюсь может быть чуть больше ну то что литровая точно вот эти две бутылочки получается 1800 грамм наверно плюс-минус я точно не замерялась честно на весах каждый день всем моим пяти головам козьим то есть это четырем козочкам и козлу козлу я тоже даю сухой корм тоже также к козочкам я сейчас по крайней мере даю в общее корыто ну даю я так рассчитал что это в принципе минимальная порция для них и как бы она равная пока что они не дают молока и сейчас по крайней мере где-то остается два месяца до запуска то есть а потом буду этот сухой корм уменьшать пропорциях к началу к их беременности потом постепенно я буду уменьшать количество сухого корма к моменту родов а потом когда они разродятся я снова буду восстанавливать сухое зерно вот этот сухой корм но уже с учетом их молоко отдачи так сказать лактации с учетом их лактации потом буду контролировать количество сухого корма на каждую козочку индивидуально в зависимости от того сколько она будет отдавать молока сначала я делаю замес здесь мешая просто вручную несколько раз переверну всю смесь то есть сначала насыпаю ячмень и вез потом кукурузу семечку горошек допустим самом конце я сыплю серу и мил сверху потом это все рукой вот так я просто переворачиваю несколько раз со всех сторон более-менее равномерно сейчас распределяется весь сухой корм и потом насыпаю через вот такую большую воронку с таким солидным горлышком таким чтобы она пролезла вот в эти дырки вот я через такой большой урок насыпаю корм в эти бутылочки и одну бутылочку выношу утром другую вечером для них как я насыпаю так я определяю всегда количество добавок я изначально на весах измерил в этой баночке и с помощью ложки чайные измерил сколько будет грамм на это все ведро например серы мы запомнил количество ложечек чтобы постоянно не мерить и также взвесим мел то есть на сыпал эту баночку на весах увидел сколько это получится в граммах на это ведро на все и запомнил тоже количество ложечек вот на месяц козочки почти годовал и и для них я готовлю на 7 с половиной килограмм сухого корма две ложки чайных серы и 6 ложек чайных мел ложки с горкой вот получается что примерно 35 грамм серы и 125 грамм мела на 5 голов но опять же повторюсь что это мои козочки еще нет года поэтому все индивидуально но под более подробнее в здесь в инструкциях к этим добавкам я бы рекомендовал всегда смотреть инструкции производителя чтобы не покалечить животных по крайней мере лучше в этом плане не додать чем передать мое такое мнение сложилось но опять же я смотрел опыт других козоводов своих козочек я еще ничем не перекармливал пока они мне ничем не болели в этом плане ну и дай бог и не будут болеть на этом на пропорциях все даже я покажу как я действую то есть это отнесу корм козовник насыплю в кормушечку покажу какая пока у меня кормушка и покажу как кушают этот корм козочки в такую бутылочку так не насыпаю корм мне удобно отношу в козовник и потом высыпаю просто его в кормушку и www.sorbi.com так и Субтитры создавал DimaTorzok Еще такой момент, нюанс, что насыпать в кормушку, если она открытая, а не защищенная рейками, если просто открытая, без рейк, то лучше насыпать корм в кормушку без козочек, потому что они не дадут нормально насыпать. Будут все выбивать из рук, топтаться по кормушке, в общем, это невозможно. Но когда козочек, например, на улице выпускаешь, то, соответственно, легко сюда насыпаешь, чистишь кормушку, все, насыпаешь, и уже можно их открыть дверку, они забегут и спокойно сами поедят. Даже особо не мешая друг другу. Также в козовнике должна присутствовать соль, обязательно. Эту соль они и лижут, и грызут. Вот видно, что она погрызана здесь, русские. В общем, соль им нужна, они хотят соль, обязательно она должна быть в козовнике. И она лично у меня закреплена вот на такой болт. Я перфоратором просверлил дырку диаметром вот под этот болт. Вот, насадил соль на этот болт и загнал этот болт в стену немножко, буквально на 2-3 см, не больше, может быть, даже меньше. И все. И они, когда разгрызут эту соль, она разломится, потом в конце, на пополам, я эти половиночки просто убираю в кормушку, они их доедают вместе с сухим кормом. И сюда вешаю потом новый такой брикетик, так же. Ну и все. И эта соль висит на одном месте, очень надежно и очень удобно. Они подходят, лижут, она не болтается, не шатается, всегда на одном месте и доступна со всех сторон. Особенно удобно, когда соль находится в козовнике, где живут несколько козочек. Ну, именно монтировать соль таким образом, а не в какую-то емкость или не привязывать. Ну все, корм я насыпал. И теперь мне осталось только открыть дверку и запустить козочек сюда. Коза есть козы, друг друга отталкивают. Ну что поделать? В скором времени я сделаю эту кормушку закрытой. И что будет защищать от того, что козочки туда уже не смогут залазить, топтаться в этой кормушке. А только просовывать голову и кушать. При этом не мешая друг другу особо. Но это уже будет отдельное видео для этого. Это у меня пока временное решение. Ну вот видно, что они, в принципе, когда распределятся, более-менее кушают. И друг другу особо не мешают. В принципе, хватает всем. Ориентируется. Меняется местами. Только это не меняется. Что ж, коза есть коза. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Прошло несколько минут и с сухим кормом покончено Субтитры создавал DimaTorzok